На текущий момент одно из направлений бытовой техники это роботы-пылесосы. Как мы понимаем, их возможности по уборке ограничены малыми размерами как самой турбины, так и мощностью аккумуляторов. В то же время есть и другое направление, это центральные пылесосы. Здесь нет ограничений по мощности, но нет и автоматизации как с роботами-пылесосами. Процесс уборки делается вручную. И насколько мне известно, пока еще не сделали тандема для этих систем. Но робототехника развивается, поэтому мне пришла идея сделать комплекс на основе этих систем, где шланг от центрального пылесоса будет перемещать робот-пылесос. Причем у робота будут манипуляторы, которыми он сможет пылесосить и в труднодоступных местах. Систему автоматики планирую сделать на основе Ардуино. Итак, начинаем! Насмотревшись Ютуба о попытках сделать пылесос своими руками на основе воздуходувок, вентиляторов и проанализировав информацию о производстве пылесосов, я понял, что нормального пылесоса без турбины не получится. Вот заказал турбины на Алиэкспресс. Цена каждой с доставкой составляет 6000 рублей. Вот это номер. Сейчас посмотрим. А, имеете путь нету? Павлю пока поставь. Штангельным мерим. Так, наружный 48. Внутренний 43. Диаметр штуки всей. 145-144, как и было заявлено. Высота 12, 102. И эта высота тоже приблизительно такая же, 107 где-то, побольше. 11 сантиметров где-то. А общая... Общая 210 миллиметров. Ну, вот такие турбины. Тут 44 тоже вход. Вот такая офигенная турбина. Можешь подключать. Код такой. 230 вольт, 1400 ватт. Открываем. Код такой. Вот. Электрические испытания проведем позже. Всё. Пошло? Держу крепко. Как определился с параметрами и размерами, приобрел рулон самой дешёвой стеклоткани, эпоксидной смолы ЭД-20. Стеклоткань оптом по цене 25 рублей за квадратный метр. Так как тут нет больших нагрузок, не обязательно использовать конструкционную стеклоткань с большим усилием на разрыв. Достаточно стеклоткани для теплосистем. На все детали, чтобы сделать слоёв 15, ушло около 50 квадратных метров стеклоткани. Эпоксидная смола ЭД-20 в ведрах по 5 килограмм. По цене около 350 рублей за 1 килограмм. Цены 2017 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ботонок я немного уже обработал. Продолжение следует... 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 И всё склеить в один колесо. Такой батюлок. Это будет моторный отсек, крышка моторного отсека циклона. Там моторный отсек закрывается этой штуцей сверху. Таким образом. Вот. А здесь, эти стороны, лучше ещё в фильтр вот так ставится, и закрываться вот этой крышечкой. Вот. Она сюда вкладывается. Этой стороной она так, потому что имеет не циклированное там вот так смещение. И потом вот эта вся штука сюда закрывается, туда вставляется. Вот. Вот так она выглядит. Вот. Это труба переходная из циклона. Циклона сейчас я принесу. Он будет ставиться сюда. Таким образом. Циклон ставится. Туда переходная труба. Вот она. Такая труба. Тоже вытащена. Капачка. Капачка. Туда закрывается. Вставляется. Туда. 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 Вот. Туда. будет держалка до службы. Вот эта штука здесь через трубу будет соединяться с моторным осеком. Вот тут вот будет сбоку вот эта штука, отсюда сюда труба. Вот так вот. Это тоже к пластику. Такая выточенная шпичка. Вот, они соединяются эту штуку сюда. А здесь, соответственно, стоит движок. А у движка тут переходной еще патрубок на второй двигатель. Вот. Он туда входит. Вот. А здесь и будет вторая моторная штука. Вот сюда втыкается, сюда. Так соединяться будет. И здесь второй движок будет стоять. Второй движок будет вот туда. Таким образом стоит. А здесь будет просто козык потолз. Ну вот, вкратце вся конструкция. Вот такой компьютер у меня получился. Пока с одной турбинкой попробую. Вкратце оттен! Вкратце оттен! Вкратце оттен! Продолжение следует... Теперь хочу проверить, как у нас с воздухом мощность засоса, как там ветер у нас дует. Вот так у меня установлен второй движок. Сейчас испытаем... Как он будет дуня сосать... Прибавляем мощности... И наблюдаем картинку. А сейчас попробуем... Смотрим, при каком давлении вот этот клапан будет открываться. Теперь мы его подзакрываем. На три маленьких подкруто. Посмотрим, на какое давление он сейчас будет срабатывать. А если софим закручиваем... Смотрим, какое давление будет максимальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Клапан, в общем, работает, регулирует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот это у нас предохранитель. Вот я проверяю, на каком давлении он отключается. То есть включается, наоборот. Сейчас вот ограничение, видать, получается, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы его немножко подкрутим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, как он засасывает. Я думаю, больше чем 0,4 не стоит его вообще включать. Мощность засоса такая, что пальцы сломать может, если засосёт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 это только на половинке так засасывает понимается вот циклон китайский с алиэкспресса крышка к нему то есть этот держатель сделал стеклопластик сам тоже вся конструкция держится на шпильках что тут еще интересного моторном отсеке я добавил вот тут вот вырез в надежде на то что сюда центробежной силой будет затягивать или как выпадать пыль в маленький вот этот сборничек пыли фильтр атака фильтра это я взял колбу и предел к моему моторному отсеку так что пока не знаю как это будет работать в плане полезности но в результате вот конструкция вся увеличилась на которых крепится моторный отсек вот это вот такая подставочка можно было бы конечно обойтись без него если не было этого фильтра вот такова моя конструкция здесь отсюда труба потом будет сюда соединяться отсюда будет вход общий так и тешите рядом с трубой с ведром наружу вперед вот такой мой пылесос а а а а а а а а а и а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Вот, теперь пылесос полностью в сборе Что у нас получилось Вот таким образом у нас бачок тут С мусором меняется Опускается вниз И вытаскивается мешок с мусором Вот, та ручка на мешка Вот так вот Патрубки соединены Пока я верхнюю турбину не закрутил совсем Так просто поставил для испытаний Ну что ж, давайте запустим Нашу турбинку Включается дистанционный пульт Вот такой у нас дистанционный пульт Как оно работает Нажимаем на кнопочку Вот так оно и работает Мощность здесь Сюда это отчет Оing Ну что я не знаю Командируйте Ого! 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 Так сосет он на тройке мощности. Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот, пылесос в сборе готов к работе. Сейчас мы будем проверять, с какой вакуум он сосет в полном сборе. Включаем нашу установочку. Смотрим. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Подключил, решил попробовать. Включаю установочку. Пока держит. Здесь я пока не закрепил. Убавим мощности. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Для того, чтобы оценить свой пылесос по мощности всасывания с имеющимися пылесосами, посетил несколько маркетов бытовой техники. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Очень здорово сосет. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Изменил немного схему управления пылесосом. Добавил кнопку ручного включения. А также изменил немного схему автоматического управления. Теперь она двухскоростная. У меня используется блок релейный. Из-за алиэкспресса пришло. Соответственно работают обе кнопки. Покажу. Включаем. Включаем старую скорость. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Так работает пылесос. После продолжения сестрепа. Смотрите продолжение в следующей серии. Ч Aí, применим корол С sexual prey. Смотрите далее установку этого пылесоса в кладовку и подключение пневморозеток в вакуумных труб, проложенных в полу. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Продолжение следует...